Покой жителям края пока только снится. Закон о тишине есть, ответственности нет. Дело в том, что по закону протокол наказания хулиганов могут составлять лишь представители муниципальной власти, а не полицейские. Сегодня право на оформление такого документа передали краевым чиновникам, которые в свою очередь подпишут наконец соглашение с МВД. Вызывая при ночных шумах, скажем так, нарушение тишины ночью, либо в иное время запрещенное, сотрудника полиции реакция будет моментальная. Приезжает сотрудник полиции, он уже может составить протокол и виновник будет наказан. Еще одна старая проблема – безнадзорные животные. Депутаты повысили годовой бюджет для отлова, содержания, вакцинации, стерилизации зверей до 8 миллионов рублей. Но воспользоваться этими деньгами смогут не все, а лишь в тех селах и городах, в которых есть пункты содержания животных, где звери приходят в себя после процедур. Я подчеркиваю, ни один на сегодняшний день муниципалитет не имеет места содержания. Мы поймали собаку. Куда ее? В кабинет главе села? Этих нормативных документов нету, поэтому те средства, которые выделяются, они не осваиваются. Муниципалитеты на сегодняшний день от этих средств отказываются. Эти нормативы, где содержать собак сколько дней, должна прописать Госдума. Краевые законотворцы намерены участвовать в разработке. Также сегодня депутаты официально исключили из списка на капремонт почти 200 домов, в которых меньше пяти квартир. Они вряд ли бы дождались своей очереди. Это дома, которым не один десяток лет. По ним будем искать способы, каким образом будем ремонтировать. Но в данном случае это необходимо, потому что очевидно, что до 43-го года у нас эта программа рассчитана. Наверняка они не успеют саккумулировать, накопиться необходимые средства для проведения капремонт. Для таких домов обещают придумать свою программу поддержки. А жильцы, которые решили копить деньги на капремонт на своем спецсчете, будут ждать перехода от общего котла рекоператора не год, а полгода. Депутаты полагают, что такие темпы ускорят процесс обновления домов. Анастасия Дорога, Николай Шелком. Наши новости.